Формой Земли является геоид. Геоид не похож ни на одну геометрическую фигуру, но близок к трехосному эллипсоиду вращения. Земля имеет сферически симметричное строение. Основным методом изучения внутреннего строения Земли является сейсмический метод, основанный на регистрации упругих колебаний в Земле – сейсмических волн. Основными типами сейсмических волн являются продольные и поперечные упругие колебания. Пи-волны – это волны сжатия, распространяющиеся в направлении движения волны, проходя через твердые и жидкие среды. С-волны – колебания частиц проходят поперек движения волны, распространяются только в твердых средах. Сейсмические волны могут изменять скорость, преломляться, отражаться, поглощаться. При изучении Земли, кроме сейсмического, используются и другие методы. Это изучение приповерхностных образований, изучение горных выработок, изучение современных вулканов, экспериментальные и расчетные методы, изучение метеоритов, изучение планет Солнечной системы и их спутников. Современная модель Земли по комплексу данных имеет многооболочечное строение. Внешней твердой оболочкой Земли является земная кора. Ее толщина изменяется от 2 до 75 километров. Земная кора развита повсеместно и подразделяется на два основных типа – континентальный и океанический. Граница между различными типами коры обычно проходит в области континентального подножья на глубинах 2-3 километров. Данные о строении океанической коры были получены лишь в 1960-х годах за счет разбуривания дна Мирового океана. Основные типы земной коры имеют трехслойное строение. Они отличаются по минеральному составу, мощности, возрасту и условиям формирования. Возраст океанической коры увеличивается от срединно-океанических хребтов к окраинам континентов. В этом же направлении увеличивается и мощность океанической коры. Возраст пород континентальной коры достигает 4 миллиардов лет. Мощность континентальной коры увеличивается от равнин горным областям. Земная кора образовалась за счет дифференциации вещества мантии. Формирование первичной коры произошло на самых ранних этапах развития Земли. Дальнейшая же история Земли характеризуется непрерывным увеличением объема континентальной коры. Современная океаническая кора формируется в срединно-океанических хребтах. Наращивание континентальной коры происходит в основном по периферии Тихого океана. Мантия Земли также имеет многооболочечное строение. С увеличением глубины происходит закономерное изменение основных физических параметров мантии, вещество которой находится в твердом состоянии. Химический состав мантии примерно соответствует веществу каменных метеоритов. Минеральный состав мантии менее разнообразен, чем состав коры. До глубины 400 километров она в основном сложена передатитами. Передатиты состоят из оливина и пироксена. С увеличением мантийных глубин менее плотные минералы сменяются более плотными, при этом химический состав практически не меняется. Выделяются два ослабленных слоя, где вещество находится в частично расплавленном состоянии. Астеносфера в верхней мантии и слой Д2 в нижней мантии. Именно в астеносфере выплавляются базальты, которые идут на формирование океанической коры. Земное вещество, залегающее выше астеносферы, слагает литосферу. Литосфера – это относительно холодная и жесткая оболочка. Астеносфера – пластичная оболочка. Совместно эти оболочки представляют тиктоносферу. Литосфера как бы плавает на астеносфере, поэтому литосфера может испытывать вертикальные перемещения. Так Антарктида при сходе ледника может подняться на 800 метров. Литосфера перемещается по астеносфере и в горизонтальном направлении. В слое Д2 вещество также находится в частично расплавленном состоянии. Здесь происходит выплавление железа и его стекание в ядро. При этом происходит разуплотнение мантийного вещества и выделение огромного количества тепловой энергии. Разуплотненный и разогретый мантийный материал формирует восходящие потоки. Скорость подъема разуплотненного материала может достигать 50 см в год. Восходящие потоки компенсируются нисходящими потоками более холодного и плотного вещества. Так может развиться мантийная конвекция. Реальность проявления конвекции подтверждается сейсмической томографией, обнаружившей развитие на одних и тех же глубинах блоков с различной плотностью и температурой. Следовательно, в мантии Земли отмечается чередование разнотемпературных участков. Таким образом, мантийные процессы определяют формирование коры, перемещение литосферных блоков, увеличение объема ядра. Кроме того, за счет дифференциации мантии возникли гидросфера и атмосфера Земли. Ядро Земли является ее наиболее загадочной геосферой. Оно обладает экстремальными значениями физических характеристик. При этом состав вещества довольно прост. Жидкое вещество внешнего ядра интенсивно конвектирует. Конвекция электропроводящего вещества ядра и вращение Земли обусловливают наличие у нее магнитного поля. Это поле защищает Землю от жесткого космического излучения. Внутреннее ядро вращается с несколько иной скоростью, чем внешнее ядро и остальная планета. Ядро обладает неровной поверхностью. Над выступами кровли ядра располагаются активные структуры литосферы и зоны максимальных тепловых потоков. Разделение Земли на три основные геосферы произошло в первые 500 миллионов лет ее развития. Эволюция Земли происходит за счет дифференциации ее мантийного вещества.